и получается что те кто пошли его атаковать собственно они являются ну мы же не можем говорить что украинцы это там народ против которого вы воюете вы я так понимаю воюете против фашизма вы поймите один вопрос мне например даже смотришь на мертвых там украину убитых стоит наука украинцев canyon укропов украинцы это украинцы укропа это укропа но это те кто нападает в это те кто фашисты тем какой и даже их не я не могу сейчас ну не тоже особым не их жил к это же американские технологии даже люди которые год назад думали по одному сейчас думает совершенно у них голове все перевернут они знают как они это делают реально ну там же съель хотя перевернуты совершенно то есть грубо говоря, мне их жалко, это наши же люди, которых приходится сейчас убивать, которые идут убивать нас и бомбят наши города по заданию там, я знаю отказывались, это так искусственно, первое когда вы помните началось, уже Игорь Иванович был, танки подтягивались люди мирные, их просто загоняли бегали там танки, никто не стрелял когда договариваешься с кем-то чтобы они сдали, понимаешь в Мариуполе как было, договорено за базу, а в этот момент разведка слушает все внимательно, слушает люди идут штурмовать там без оружия, а их начинают стрелять, то же самое. Таким образом погибли люди в аэропорту, ты считаешь? Я считаю в аэропорту, да я не считаю, я был свидетель, это ну почти свидетель, как бы аэропорт не совсем моя зона, это на границу ездил у меня там была войнуха, я приехал только прямо перед этим, ну я же в принципе присутствовал с теми людьми когда, которые там находились я считаю на сто процентов там был командир Андрей, он скорее всего договорился со Скифом тогда уже на тот момент, а с дачи аэропорта люди не шли воевать туда, они должны были зайти в аэропорт и пострелять в воздух, а на этом должно было все закончиться ну ночью заехали туда польские снайпера еще под крепление командира этого сменили, он даже Абверу тогда говорил, буквально за полчаса сейчас будут говорить, ну не идите, сейчас будут вас вертолеты стрелять, грубо говоря, ну уже эти пошли туда, они зашли туда спокойно в это здание а потом начали просто уничтожать людей 300 человек или что-то такого плана тогда погибло на ровном месте хотя люди шли не захватывать, это не захват был аэропорта, какой же захват аэропорта, если там ну никто не подготовил не оцепил основные силы, потом стягиваться начали, сотня человек туда зашла, грубо говоря их там и постреляли, и вот таким образом то есть это было не по договоренности, как обвиняют Ходоковского, что он сдал, а это была прослушка и сдал кто-то, ну, кто-то другой в данном случае так, а может быть, я не знаю я считаю так, не, можно по-другому представить, грубо говоря, но я знаю, что Ходор, ну, люди шли просто пострелять в воздух, может быть там Ходорковский это подготовил, ну я не знаю, не хочу, вот кто там слил эту информацию, ну люди не шли атаковать этот аэропорт, так не атакуют аэропорт, они шли туда пострелять, чтобы укропы убежали, это так и должно было произойти То есть таких ситуаций по договоренности было много, но они все срывались за счет того, что их разведка работала лучше, попросушки У нас ни разведки, ни контрразведки тут не было, просто толпа людей, грубо говоря, ну, которая там потихонечку начала организовываться как-то и все Да, я считаю, что именно поэтому аэропорту, так таким образом и завязывалась война, возникала ненависть, мы начинали ненавидеть их, они начинали ненавидеть нас, после вот таких вот перестрелы, хотя я повторюсь, мы даже не атаковали, нам запрещали, пока, ну, стрелок там уже воевал, а в Донецке запрещали украинские блокпосты атаковать, и это нормально воспринимал, там же стояла украинская армия, наши люди, грубо говоря То есть вы с ними как, провели какую-то беседу, у вас были с ними отношения? Да, определённо, я же объясняю, я спокойно, они знали, что вот сепаратист, сидит у них на блокпосту там, причём не просто сепаратист, тогда у меня уже под командованием какое-то количество людей было, они у меня в плене, мы сидели тогда, они бутылку Black Label перенесли, скажу честно, как сейчас вспомню, ну, нормально беседовали дружескими, как бы я их мог перестрелять, ну, даже мыслей не было, и забрать машинное оружие, тогда нифига себе было, ну, на самом деле где-то так, вот, когда Кировоградский ППС приехал, на 9 мая нам прислали Кировоградский ППС, типа, охранять общественный порядок, они ни наколенников не было, ни дубинок у них с собой, только автоматы, каратыши, грубо говоря, поселили часть из них в шахтёрских зорях тоже, в Славянске была война, у нас относительно мирно, сразу народ возмутился, бутылки зажигательной смесью, там, ружья начались туда подходить, меня вызвали, ну, мои пацаны говорили, там такое происходит, проедция я еду туда, понимаю прекрасно, что если сейчас отсюда полетят бутылки зажигательной смесью, оттуда начну стрелять и в любом случае же ППСники ну, как с автоматами уложат там всех, они будут себя защищать и в какой-то мере будут правы, так, ну, как-то именно таким образом и завязывалась вот эта ненависть, которая искусственная, она завязывалась оно просто, чтобы приехали мы, я там начал, ну, я сутки разводил там всех, имеется ввиду, чтобы эти не толкали, эти не воевали мы там с ребятами бегали в конечном итоге убедили ППСников сдать оружие, сложить в ящики они сложили всё в ящики оружие сдали нашему Беркуту вот ну, я знаю, что наш Беркут у нас стрелять не будет пришлось это оружие у них забрать правда не досталось ну, ничего они потом говорят вы из нас города выведите буйная толпа с удовольствием ребята, едьте вывез их там в сторону до Кураховской трассы поехали они спокойно, без оружия но уже с долей ненависти и вот так потихонечку она и нагнеталась, собственно говоря изначально никто ни в кого не хотел стрелять в конечном итоге вот получили то, что получили полномасштабную войну внутри своего же народа грубо говоря вы ж поймите вот иногда даже позиция мне многих россиян непонятно вот там укропы украинцы там такие и всякие да не, украинцы ровно такие же как и москвичи или ровно такие же как там и во Владивостоке люди просто если Владимир Владимирович с 2000 года потихонечку начал вытягивать страну от этой американской угрозы то у нас все это время промывали мозги промывали и промывали особенно на западной Украине и собственно получилось то, что получилось не любовь своего народа к своему же народу вот и все то есть это опять же по плану Шарпа кто что посторит славянский народ внутри себя ну конечно им надо чтобы война была между своими это рассорить вот представьте вот эта вот война произошла вот сейчас которая идет теперь уже украинцы уже ненависть уже кровь пролилась с одной стороны с другой стороны я верю что в принципе мы примиримся хотя на самом деле для этого надо титанические усилия а что вы думаете какой может быть выход для примирения русского народа внутри себя внутри себя ну если реально мне так кажется вот сейчас начались морозы отодвинули вроде бы там ну по крайней мере отодвинуть чуть от Донецка чтобы не было и заморозить эту ситуацию хотя бы то до весны пусть если та часть Украины хочет жить вместе с Европой пусть поживут вместе с Европой какое-то время почувствуют все прелести европейской жизни посмотрим если им не хватает греков испанцев итальянцев у которых ужасно просил уровень жизни пусть это почувствуют на себе ну и и я думаю может тогда у них начнет в голове чуть-чуть проясняться кто истинный вах ну ясно надо вести пропаганду усиленную то есть и так далее если вы считаете что если там начнется голод и холод то они направят оружие против своих же правителей голод и холод лучше всего даже он по религии голод и холод очень хорошо прочищает пусть попастятся немного не дай бог я не против вдруг у них там начнется экономический бум вдруг Европа и Америка кинет силы там на то чтобы Украина процветала там я буду тоже рад и счастлив отлично вот наши живут братья хорошо и счастливы нормально пусть живут ну что не они же не остановятся бомбить ваши города и уничтожать в общем-то мирных жителей да согласен вот именно тут надо пока их отбивать откуда бомбят туда надо бомбить вот я знаю в гранитном вот у нас перемирие было вот есть гранитная там стоит большая группировка там войнухи нет совершенно украинцев да большая там поляков много на самом деле именно в гранитном но там нет войны и как-то более или менее нормально иногда перестрелки случаются офицеры созваниваются там вы что там стреляете перемиряешь там нет войны а вот именно в районе Донецка идет потому что им нужны жертвы им надо разрушить инфраструктуру они аэропорт держат в первую очередь потому что им оттуда можно обстреливать Донецк уничтожать там подстранцы газораспределительные станции там и так далее им надо чтобы мы были в голоде и в холоде они уже понимают Украина уже все да нет Луган захватить шансов нет у них превосходство было в Славянске две тысячи у стрелка уже лучше эти самые и двадцать тысяч у копов два танка у нас и там у них на каждом блокпосту по четыре пять танков стоит плюс БТР и так далее они тогда ничего не смогли сделать а сейчас когда наша армия в районе тридцати тысяч и уже обстреленная обученная с высоким моральным духом у них около шестидесяти тысяч куда они будут нападать они в любом раскладе любой понимают проиграют войну мотивации нет вообще за что им воевать в принципе у некоторых есть на самом деле вот пленные да они говорят мы же не идем против вас воевать мы против русских и я даже катался с одними давай русских искать против России которая на нас напала у них мозги засорены там мусор в голове у основной массы кто за деньги идет кто за это а уже большинство много погибло вот это рассказывают пять тысяч это же ну ложь я видел лично в бинокль как они там триста человек кровь копают и туда своих же закапывают дело в том что зачем у них уже погибло там такое количество а как что они закапывают сверху что их потом не раскопают или они что они минируют ну надо знаешь раскапывать теперь искать потихонечку ну происходит проходили же сообщение насчет того что раскапывают конечно я знаю там пару-тройку мест как минимум где у них закопано большое количество людей а зачем вам показывать жертвы чтобы еще моральный свой дух убить чтоб платить людям потом деньги вы посмотрите двадцать семь тысяч или двадцать девять тысяч дезертиров на самом деле по украинской статистике и куда они все убежали то значит они должны вот туда они убежали под землю куда-то я себе это вижу так а почему как вы считаете то есть почему людей вот настолько срывает крышу что они не понимают что это вы понимаете что это один тот же народ они не понимают они же поймав пленную понимают что это донбасс что это не русский против которого они борются почему такая технология я не знаю как это делают если я там был я бы прочувствовал я же вам объясняю вот когда-то я на майдан приехал когда вот еще раз вернусь назад я через четыре-пять часов нахождения там чуть не стал Ющенко так кричать то есть вот такая промывка мозгов да при том что я знаю там ну за что я за кого где как у меня твердые убеждения потом не раз уже ездил когда адаптировался туда смотрел снег смеялся мозги промывают лечить надо они больные люди они не враги они больные люди Игорь Иванович тоже говорил что посмотрев украинское телевидение у него возникал момент что что же он делает народ же хочет свободы почему же он тут славянский стоит то есть это даже людей с убеждениями может вот эта вот телевизионная пропаганда обратить в противную сторону да я знаю людей которые еще год назад даже меньше ну вот когда ДНР начинались были за ДНР в кривом роге у меня друзья живут у меня много где в Украине живет сейчас они кричат там бей Донбасс там и так далее уничтожим сожжем мне он пишет письма в одноклассниках мои знакомые хорошие которые меньше там я же говорю года назад были еще за то чтобы там против имеется ввиду переворота против майдана все перевернулось мышление полностью я не знаю как это делать пусть там уже специалисты ну расскажите а вот вы сказали что у вас постепенно вот наращивалась вот эта мощь отряды командира вот сейчас всех командиров расформировывают ну в смысле отряды расформировывают командиров переводят какие-то другие группировки вот это как вы считаете напользуете вот Донецкой республики понимаете как это ж был в принципе народный протест и в Донецке тоже было ну скажем разные люди приходили в ополчение то есть поэтому понаводить в армии порядок необходимо в любом случае но как это происходит как это происходит я крайне против этого а вот то что убирая там командиры уходят мотивацию воинов потому что они верили своему командиру а теперь кого-то другое ставят согласен очень часто меняют команду то есть слаженный коллектив который там воюет это уже пытаются добиться по моему мнению личной преданности то есть какие там момент сейчас есть перегиб в каком плане то есть им ну кто-то там строит не совсем правильно не на основании как будет чтобы министерство обороны а была личная преданность вот в этом плане да а расскажите вот когда вы начали вашу боевую карьеру чем вы занимались какой у вас был отрезок там участок фронта или какое у вас было первое задание ну собственно именно настоящая война когда началась это когда именно Игорь Иванович уже вышел со Славинска до этого много раз рискал он там по мелочам где-то бои были а именно по серьезному это он вышел со Славинска дал мне участок границы от вокруг Донецка от Моспина до Ларина говорит охраняй Керчь я хорошо у меня на тот момент было 30 вооруженных людей да а длина границы 45 километров ну участок который надо охранять я помню ночью мы приехали туда я даже не понял куда ехать что охранять где как ну как 45 километров а вот 30 людей слава богу нас летом через дня 4-5 нам выдали еще 50 автоматов да еще люди у меня были не было вооруженных людей не было обстрелянных хотя мы учения там проводили в классах и так далее ну у меня был единственный кадровый военный 67 лет 68 лет полковник позывной у него вот это мне во многом повезло действительно у меня больше не было никого кто умеет воевать я что-то могу организовывать умею там пацаны хотели воевать все там отважные ну основной массой смелые ну как воевать собственно говоря не умел никто совершенно вот этого с полковником нам очень повезло уже дедушка такой ну бодрый он был когда-то зам командира зам начальника штаба полка начальником батальона штаба перед этим командовал инженерно-саперным взводом ротой то есть он инженер-сапер и за счет этого мы там настроили недели за две укрепления таких на всей этой линии люди пошли начали вооружать по чуть-чуть и где-то недели через две начали серьезные боестолкновения уже когда мы становились на этой линии вот где-то ближайшие блокпосты были четыре там восемь километров от нас первые начались бои придорожном нас начали там бомбить со всех видов что только может артиллерии перед тем как начать у нас придорожное село за ним находится проходит река там мост и за мостом уже наши окопы там именно на этом участке накопали ну укропы перед тем как начать хотя бы это по нашим окопам стрелять снесли пол села то есть ближайшие ну видимо им так удобней воевать там же местные жители не знаю для какой цели той цели направлена сначала снесли пол села я еще пацанов послал там зоопарсили разогнали животных хотя конечно может они и погибли там и дикие были и все там но они не приспособлены львы львы были там несколько тигров волки зебры пошли к укропам может покусали пару-тройку кто его знает да ну может так хоть какой-то шанс стал они четко вложили по селу тын-тын-тын-тын разложили село ну вот часть эту ближайшего к нам хотя можно было сразу по позициям потом пошли на позицию вот первый бой у меня 31 человек на той линии сидели к тому моменту у меня уже человек 170 все охраняло ну где-то наверное по моему 170 как раз такое 172 а там 31 человек сидело а вот из них осталось в окопах 5 сидеть остальные 26 убежали я прекрасно понимаю ну пацаны первый бой тут долбят минометы артиллерия там все дела хотя окопы мы сделали лучше конечно как положено там со всеми полтора метра перекрытия бойницы там доты ну как бы понастроили потом уже больше никто не бегал это первый бой когда со страха ну я понимаю это же ну животные инстинкты грубо говоря а потом спокойно у меня вот за все время боев сколько там было 22 дня придорожные остальные там в районе Ларина только на высотку нападали там перед Горбачева Михайловкой жители получилось Горбачева Михайловка еще там село жители собрались а как же нас бомбить будут после придорожного то-се мы специально сделали высоту перед Новым светом заняли чтобы даже до придорожного не доходили грубо говоря там бои были неплохие то есть вы держали это село его не разбомбили не вообще до села мы специально то-есть у меня линия обороны одна через село проходила а вторую мы специально заняли хотя села не было впереди и эти жилей было охранять намного там ну чем в селе ну по крайней мере не надо было чтоб жители уйти уже уже на придорожное посмотрели посносили там хорошо по нашей линии а сколько у вас было всего человек ну под конец там под 300 человек потом еще рот мне придали а сколько погибло из ваших вот за время обороны у меня только 6 человек погибло то что мы закопаны так были хорошо и там все расстроено спасибо полковнику нашему что он грамотно разрисовал эту линию и конечно Семеновская мне разведка очень помогла ко мне перешел лошадник и компания там легендарный у меня в некоторой степени этот волшебник и за счет этого 6 человек и действительно но это для тех боев очень даже я так думаю если бы другие стороны Донецка окопали так же то пожалуй и к Донецку близко не подошли Вадим а вот как вы считаете если вот мое мнение что нам нужно консолидироваться вокруг нашего президента и всячески его поддерживать для того чтобы у нас на территории России не произошла оранжевая революция и не вылилось бы все вот в такую сторону страшную войну вот вы что думаете по этому поводу да конечно надо во первых знаете что меня в Москве резонул слух я до этого слышал но приехал лично таксиста слышал еще ехал так далее у нас тут все плохо это когда-то у нас происходило вот там депутаты столько получают эти сто мы столько получаем люди должны понимать что получать все будут хорошо именно когда будет сильная могучая держава когда ее перестанут грабить соседние державы что сейчас и делает путин ему очень тяжело потому что к тому моменту к 2000 году когда он пришел по власти коррупция потом скрыта эта система управления и так далее практически уже россия была поглощена россию нельзя захватить в тупо просто учитывая ее ядерный потенциал прямую поэтому ее надо захватывать только изнутри к 2000 году это уже практически было исполнено вы посмотрите на войну в Чечне ну то же самое то везде это было понятно все доходы от нефти уходили непонятно куда и так далее и тому подобное путин вытягивает это он вообще красавец на самом деле уровень жизни растет люди как-то постепенно знаете забывают как растет у них хорошо 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 вы посмотрите как вы 10 лет назад и как сейчас живете лучше или хуже ясно сразу все в шоколаде не бывает всему постепенно я считаю он идет очень правильно ему надо только помогать и предателей вокруг него тоже еще немало я к этому так отношусь всех не вычистить что недавно я краем глаза смотрел он там делал последнее предупреждение пятой колонии пора ее уже зачищать люди должны самое главное это патриотизм вспомните Великую Отечественную войну после революции у нас вообще в стране был такой рабочий интернационализм процветал а что такое патриотизм Сталин ну как бы чуть подстер ну не Сталин предыдущие все то же самое происходило что и сейчас хаос инспирированный из-за рубежа до Сталина я имею ввиду а когда война началась люди не знали за что им бороться там же что же такие рабочие не думали и Сталин как умный человек быстренько начал культивировать патриотизм и так далее американцы патриоты англичане патриоты то есть то есть нам нужно культивировать патриотизм конечно люди должны любить свою страну ради страны работать а не ради ну в смысле ради страны делать все чтобы страна была могучая и тогда уже они будут жить хорошо а не наоборот я так это понимаю а у нас сколько людей во Америка во Европа она хоть чем-то помогла ну разве что ей парады хочет провести может кому-то это нравится больше я не вижу ничего никакой помощи от них уложили нашу экономику тогда дешевыми товарами кредитами они же нас уничтожают а им во Америка во Европа я не знаю я считаю что в двадцатом веке ее великий человек был Сталин я там убираем сторону репрессий и все остальное вы объективно посмотрите страны уже не существовало совершенно после Троцкого Бухарина и так далее ее не существовало она была уже уничтожена практически Сталин навел в ней порядок так далее потом еще одна война ее победил опять порядок навел то есть его хают за что это же с запада все инспирировано за то что он великий человек на нарушить связь поколений что мы считали себя ущербными все наше прошлое а в двадцать первом веке а в двадцать первом великий человек Путин и все я себе вижу это так не история покажет еще рано конечно говорить но пока я вижу все идет к тому его цель вывести страну из-под иностранного влияния вернуть доходы те что многие вот с нефти эти олигархи или кто-то еще вернуть их государству и это у него успешно получается и собственно объединить нашу страну которая раздеребанила то есть освободить освободить а Украина еще раз повторюсь и Россия это одно целое государство можете его назвать не Россия не Украина Евразийский союз Российская империя но это одно государство и Грузия наше государство ну наши там наши люди живут сколько мы с ними вместе живем уже и Узбекистан там тот же самый наши люди я помню в детстве я весь союз я везде прилетал как себе домой там Узбек Таджи какая разница реально у меня самые лучшие воспоминания о любом как бы уголке не было никакого там я наша ваша были даже тогда я помню подхолки да и позже вот у меня друзья там живут на границе в валуках там кацап хохол ну по-доброму звучит ну что такое кацап значит бороду носят там хохол значит с хохлом ходят но один и тот же народ только чуть там в разных южный северный как во Франции там нормандия и госконцы тоже разные люди грубо говоря в общем мы за консолидацию вокруг президента и за сильную Россию а пятую колонну надо зачищать вычищать убирать отсюда только за сильную Россию я с вами совершенно согласна спасибо вам большое